Снег идёт всю неделю, и голубого неба нет совсем, поэтому картинка будет питерская. Здравствуйте, друзья! Я стою у Аничкова моста. И сегодня я вас познакомлю с пятью интересными фактами про этот мост. Сегодня Аничков мост стоит на Невском проспекте, где-то как раз посредине. Но в первой четверти XVIII века, во времена правления Петра, город был вот там, далеко-далеко впереди. И строили Невскую перспектную дорогу, или Невскую перспективу, как тогда говорили. То есть будущий Невский проспект. И вот здесь, на этом месте, через реку Фонтанку, был переброшен небольшой мостик, который служил южной границей города. И вот на этом самом месте, на двух берегах, расположился, расквартирован был строительный батальон. Им командовал подполковник Михаил Аничков. Поэтому никакой Анички, не Ани, а именно в честь Михаила Аничкова вот это место стали называть Аничков мост. Здесь был установлен шлагбаум. На ночь мост закрывался. И одним для всех въезжающих с южной границы, вот отсюда слева, была южная граница города, и взималась пошлина, таможенная пошлина за въезд в город. Далее стали этот мост приукрашивать. И на нём стояли башенки через реку Фонтанку. До середины 19 века было переброшено семь одинаковых мостов с башенками красивыми. Картинку я позже помещу прямо сюда, в ролик. Но город разрастался, и мост оказался узеньким. И передвигать башни совсем было, ну, по финансовым соображениям и по эстетическим не нужно. Поэтому мост расширили, и во времена правления Николая I было поручено скульптору-анималисту, барону Петру Карловичу Клотту, создать скульптурную группу. Изначально планировалось установить двух коников на набережной у Академии художеств. Но тут неожиданно из Египта подвезли двух сфинксов, найденных при раскопках в Фибах. И путешественник муравьёв с разрешения Николая I их выкупил для северной столицы. Поэтому этим скульптурам выбрали место на новом широком мосту. И барон Пётр Карлович Клотт отлил из бронзы сначала две скульптурные композиции. Не эти на Южном краю, а вон те вдалеке. Они поставлены были на западной части моста. А следующие точно такие же он решил отливать. Вначале сделал в гипсе, потом отлил в бронзе. И что вы думаете? Николай I, любитель, он вообще был большой любителем лошадей, сам великолепный наездник, он оценил работу скульптора-анималиста, и подарил вот две аналогичные скульптурные композиции. Вначале русскому королю, а потом выдарил следующий неаполитанскому королю. Тогда Пётр Клотт решает не повторять скульптуры, а дополнить ансамбль двумя совершенно другими, чтобы император не вздумал опять кому-нибудь подарить его работу. И вот я перехожу мост к следующей скульптурной композиции. Вот там вдалеке, начало Невского проспекта. Если мы внимательно посмотрим на копыта лошадок, копыта коней вернее, то можем увидеть, что вот на этом этот конь подкован. И вот там, на той стороне тоже конь с подковами, а те две оставшиеся группы скульптурные, они без подков. Объяснение было такое, нашли горожане, объяснение очень быстро, что вот в той стороне тогда находилась кузница. Дескать, вот эти два коня шли уже подкованные с кузницы, а те два коня только отправлялись в кузницу. Получается, что скульптор сделал четыре разных композиции, которые в сумме стали называться «Укращение коня человеком». Поначалу это были просто юноши-погонщики, а потом это звучало символично, что человек побеждает природу. А мы сейчас перейдём дорогу, перейдём Невский проспект и отправимся к третьей, третьей скульптурной группе. Что я хочу сказать, во времена блокады истощённые, бедные, голодные ленинградцы спасли этих коней, спасли эти четыре, четыре седевра барона Клотка. Они выкопали огромные ямы. За моей спиной находится Аничков дворец. Я сейчас перейду на ту сторону фонтанки, и вам про него ещё расскажу, будет видно хорошо. И они вырыли огромные явы. И в таких вот деревянных саркофагах плотно туда упаковали этих лошадок с этими погонщиками. И таким образом они всю блокаду и всю войну сохранились в целости и сохранности. Я просто удивляюсь подвигу ленинградцев, потому что никаких сил не было. Был страшный голод, и не было ни электричества, зима была суровая. И бомбёжки бесконечны, артобстрелы и бомбёжки. А люди вот так относились к великому искусству. Действительно, это великое искусство. Но что касается погонщиков, вы видите, они абсолютно обнажены. И, конечно, в 1850 году это были очень смелые уличные скульптурные группы. Но народ привык. Но, однако, он не остался в стороне. Этот мост уже 200 лет. Горожане зовут мост 18, как бы вам сказать, помягче 18 бубенчиков. Вы понимаете, я о чём? Здесь изображены по краям 4 коника и 4 укротителя. Их укротителя. Получается 16 бубенчиков. А где же ещё 2? Дело в том, что когда-то на мосту был пост городового. Городовых называли гордовые. Такие они были гордые, величавые, крепкие. Мужчины с усами стояли. И, соответственно, горожане назвали мост 18 бубенчиков, бубенцов. Хотя и сегодня коренные ленинградцы называют Аничков мост, мост 16 бубенцов, будем так называть. Потому что городовых сегодня здесь не наблюдается. Давайте перейдём к последней скульптурной группе. Это один на дивной решётке моста. Он украшен и морскими коньками, и царскими рыбами, какими-то карпами или чудо-юдо рыбакит. И, естественно, русалки. Это напоминает очень фрагменты Литейного моста на Неве. А это мост через фонтанку. Вот, посмотрите, здесь у четвёртой композиции видно, что у коня копыта не подкованы. Да, красивый силуэт Аничкова моста. И рядом серое здание кабинетов его императорского величества. А внутри сам дворец. Он тоже получил своё название от моста Михаила Аничкова. И между колонн в середине виднеется жёлтого цвета стены. Этот дворец велела возвести зодчему Растрелли императрица Елизавета Петровна именно на этом месте. Потому как в 1742 году ночью она двинулась именно отсюда, к царскому дворцу в седле в сопровождении гвардейцев Преображенского полка. Они квартировались на этом месте. И бескровно она сменила свою племянницу Анну Леопольдовну и её сына Ивана VI с престола. И заняла его на 20 лет. Аничков дворец по правилам того времени фасадом был расположен к воде. И между колонн находился гаванец, небольшой канал. И вот по нему гости должны были на корабликах с Невы по фонтанке приплывать по воде прямо к парадному крыльцу. Помните, у Грибоедова прибыл с корабля на бал. Ну а позже гаванец засыпали, а в Аничковом дворце проживали императорские семьи. После революции 17-го года дворец отдали пионерам. Стал Дом пионеров. А сегодня Дом творчества юных. И здесь действуют разнообразные детские секции. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Пока-пока!